Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Сегодня у нас более расширенный, обширный эфир, в котором у нас принимают участие. Я надеюсь, что останется на нашем канале, будет поддерживать нас. Это наш ведущий астролог нашего канала, главного Сангейт. И это достаточно грандиозный учитель и наставник, поэтому мы с удовольствием послушаем темы, которые касаются непосредственно детей. Здесь мы раскроем и для чего вообще нужен гороскоп детский. И вы, родители, поймете, что это тоже настолько же важно, как и для нас, для взрослых. Также в чем реальная польза от него и самые опасные ошибки в воспитании детей. И немножко, если будет возможность, мы коснемся именно о раскрытии способностей, о талантах наших детей. Я предоставляю слово Дмитрию. Здравствуйте, Дмитрий! Да, добрый день, добрый вечер, наверное, уже у кого как. Да, спасибо за теплые слова. Я хочу сказать, что для меня большая честь выступать на таком канале, потому что как астролог я все время имею дело с взрослыми людьми. А многие вещи исправлять в их характере, в жизни уже, скажем, намного сложнее. Потому что, ну, вот когда-то были уже запущены какие-то программы с детства, со школой. И если бы можно было как-то помочь, подстраховать, поддержать ребенка, то было бы, конечно, все намного мягче, проще и лучше. И я считаю, это мое личное убеждение, что, конечно же, гороскоп нужен в первую очередь детям. Ну, Майкл, значит, наш наставник, он вообще категорически заявляет, что вообще женщине нельзя давать ребенка в роддоме, пока она не получит, пока она хотя бы в общих чертах не узнает гороскоп своего ребенка. Вы не пугайтесь, мы не будем сейчас ничего там предлагать вам, гороскоп и так далее. То есть мы будем, поверьте, мы постараемся, правильно, Маргарита, сделать максимально интересные человеческие беседы. Я думаю, что, конечно, вы сами потихоньку поймете, и в этом и я постараюсь рассказать о тех преимуществах, возможностях, которые есть. Но Маргарита права, то, что я действительно, я давно веду астрологию, собственно говоря, больше 40 лет, и я уже не знаю, это профессия или диагноз, но вот это меня, то есть на самом деле профессию, я заканчивал институт, автоматическая электросвязь, я работала на роботных линиях, на телефонных станциях, но от судьбы не уйдешь. И вообще в моей жизни сыграло довольно как раз мрачное событие, но сыграло важную роль. Это клиническая смерть, которая произошла. Я был студентом на втором курсе, это 77-й год еще, и я как бы защитил женщину, ну и вот, как вы видите, вот этот шрам, получил тогда как раз разрез смертельный, и я от потери крови, в общем-то, наступила клиническая смерть. И вот тут, наверное, такой произошел важный поворот, что это не просто темнота, это не просто улет, забвение, или там мозг рисует картинки, как рассказывают иногда доктора каких-то наук. Дело в том, что я видел все происходящее, и более того, через полгода я встретил водителя этой скорой помощи, и когда я ему стал рассказывать, что я видел, слышал, как я слышал, как беседовали, они ко мне обращались, мне казалось, что я им отвечал, но я тихонько лежал, не отвечал. И он был в шоке, то есть у него вот просто глаза реально такие, как у меня вот очки примерно вот такие вот, и у него вот такие вот стали глаза, потому что он говорит, вы не могли видеть, у вас констатировала врач клиническую смерть. Вот, это не только самое, наверное, важное. Потом многие вещи происходили, я не очень хочу распространяться, но, скажем, да, классически, то, что человек встречается с чем-то, и меня вернули обратно. И вот это, наверное, важный момент. Вообще, многое того, что произошло, оно не вписывалось вот в те рамки. 77-й год, да, я продукт своего времени, студент, и, конечно, многие вопросы, которые были, я не находил ответа, и уже потом здоровье заставило заниматься йогой, оно очень сильно ухудшилось, наверное, как-то с этим было связано, с потерей крови, обострились заболевания, и вот как-то это все вышло. Но самое главное, наверное, что вот для меня это осталось, что действительно вот никогда не время умирать, то тебя возвращают, ты еще можешь, должен что-то сделать. У всего есть цель, у комара, у человека, у ласточки. Вот не просто и в глобальном космосе, но и личная программа. И когда человек живет вот этой целью, то, поверьте, жизнь очень сильно преобразуется. И, ну, вот мне нравится, вы говорите, что мне кажется, она тоже живет, потому что, когда человек этим живет, он готов к бесплатной, ему все вдохновляет, ему нравится. И, конечно, деньги много играют роль, но, поверьте, в первую очередь, вот то тепло, тот совет, который даешь, а тем более, это действительно вот то, что связано с детьми, вот это, поверьте, самый маленький толчок, направление, которое можно дать, дети вам будут очень-очень благодарны. И, по большому счету, я думаю, она это хорошо понимает, и я это понимаю. Но, знаете, колоссальный парадокс, Маргарита, на самом деле, родители, взрослые, очень редко заказывают гороскоп для детей. Я не знаю, может, вы объясните это, но ощущение, что, ну, своего ребенка, я и так знаю, будет он мне тут рассказывать. Я не знаю, какая мотивация, может, вы скажете. Потому что, ну, это действительно странно. Почему? Может быть, они считают, что сначала в себе нужно разобраться, а ребенок так, он подрастет и будет интересоваться этими вещами. Не знаю. Как трава в червом саду, да, растет сам по себе. Ну, да, вообще, на самом деле, идея хорошая, что сначала разобраться в себе, это правда. Но как важно, это ведь потом, когда человек уже, вот он взрослый, состоялся, произошла уже структура, сформировалось мировоззрение, характер, и уже ломать в себе что-то, человек понимает, ну, не надо мне это, мне это мешает. Но бороться, неважно, что это там, или это вредные привычки, или это там, опять же, есть на ночь, или это просто что-то ползать по сети, или в игры играть. И с этими зависимости уже после. Вот как быть? Да, и вот, на самом деле, я надеюсь, Маргарита, и поверьте, вы этому будете живые свидетели, вот мы будем стараться, с Маргаритой, как говорят, принести вам непоправимую пользу, которая вот действительно прорастет в вашей жизни, вас, чтобы вы нас поменяли, вот, добрым словом. И поверьте, очень много конкретных полезностей. Сегодня немножко такой общего характера, хотя мы коснемся и важных, наверное, вещей, да, таких уже более конкретных. Но, вот, наверное, с этого как бы надо начать, вот мы познакомимся, вот у Маргариты обалденные у вас сзади все эти мультяшки, герои, и, конечно, как бы продумывая программы, мы будем стараться, чтобы и с вами, потому что, в первую очередь, нужно и как-то вам какие-то правильные вещи сказать, чтобы вы потом передавали, и, конечно, такой профессионал, как Маргарита, она также, поверьте, я, у меня только, Маргарита, родительский опыт, ну, и немножко дедушкин опыт, но воспитание, это воспитание, это та практика, которая, она действительно, вот, ребенок как пластилин, и вы не там надавили что-то, у меня очень много, я не знаю, как у вас, у меня много, хотя не скажу, что у меня трудное детство, но круглосуточный садик за плечами до семи лет, и вот остались какие-то, какая-то несправедливость, какие-то вещи, которые происходят, в детской психике это остается надолго, иногда на всю жизнь, мне уже седьмой десяток, да, а я это помню, поэтому мы постараемся, вот с Маргаритой, уберечь вас, вот от таких травмирований детей, чтобы они действительно вспоминали детство, дедушку-бабушку, маму-папу, как вот какой-то праздник, когда уже потом взрослые будут, ну, было же сказочное время, вот было же детство, вот, ну, и мы, конечно, опять же, ну, в силу своих возможностей, талантов, мы это попробуем, еще чуть-чуть о себе, я действительно веду давно, долго, у меня много учеников, совершенно вот по всему шару разбросанных, много книг, более 30 книг написанных, вот, но я не считаю себя таким архи-сверхэкспертом, потому что в этой жизни мы всегда ученики, и вот это бесконечное небо, звезды, вот, кто посмотрит, вот понимает себя маленькой песчинкой, которая действительно созерцает, и я думаю, что мы всегда становимся учениками у жизни, и где бы, когда бы мы не находились, ну, вот надо быть учениками, скажите, Маргарита, вот такой вопрос, а вот у вас никогда родители не спрашивали, ну, каких-то таких, о задатках ребенка, хорошо, вы не астролог, но ведь часто воспитатель может увидеть, ага, вот у ребенка вот туда-то, вообще спрашивают, вот, чего развивать, такой вопрос. вообще родители не особо спрашивают даже нас, воспитателей, если мы сами куда-то не направим, то есть, допустим, видя, чем увлекается ребенок в среде детского сада, и мы уже застряем, ой, у вас так замечательно, Кристинка рисует, это просто здорово, мама знала об этом, да, а папа что-то, я сказала когда, что, говорю, так, она рисует, у нее такие образы получаются, папа говорит, что да, да, то есть, он действительно, то ли не знал, то ли просто сделал вид удивления, я вот даже в своей, как бы, когда я училась, или в садик ходила, нет, скорее всего, у меня это было связано с учебой, когда я уже в школу ходила, у меня почему-то, вот, с того времени, еще маленький ребенок я, да, мне нравилось изучать планеты, вот, почему-то планеты, не именно, кто полетел в космос, на каком корабле, там, вот эти моменты меня не интересовали, но меня почему-то, вот, с детства влекло, именно к изучению планет, и я так понимаю, теперь вот осознавая, изучая уже более так детально, я понимаю, что это мое, что это мне близко настолько, что, ну, это правда мое, а родители, вот, действительно, как-то такой вот осознанной, что осознанно что-то спрашивают, да, что там, может быть, вы направите куда-то, я смотрю, сама смотрю и развиваю, стараюсь развивать, у нас очень хорошо получается, вот, я, допустим, свое детство все посвятила танцам, и очень хорошо получается, у нас очень классные номера всегда получаются с танцами, то есть такие постановки делаю, и на этом фоне многие дети у меня пошли дальше, то есть записались в танцевальную школу, там, в хореографию, там еще какие-то моменты, что они поняли, что им это нравится, и они принимают активное участие, и всегда сосредоточены на танце, то есть это ведь тоже и память, и восприятие, и мышление, то есть здесь творчество, все задействовано, и если что-то страдает, что-то хромает, мы уже, конечно, труднее и хуже дается, даже те же вроде бы сказалось, ну, что тут подумаешь танцы, ну, там, потанцевали все, а у нас достаточно такие сюжетные, делаем вещи, которые интересно смотреть, и мы даже вот были средняя, когда группа, сейчас мы уже закончили старшую, и мы только поступили в среднюю группу, и ставила вот я танцы на уровень подготовительной группы, то есть у меня дети справлялись, и потом, когда начали нам ставить ниже планку, мне уже как-то, ну, коробило немножко, думаю, дети способны на большее, то есть им уже вот просто так покрутить ручками, это уже им не настолько интересно даже, потому что им хочется другого, им хочется развиваться, и поэтому вот про таланты, вот особо такого внимания со стороны родителей я, ну, не замечаю, если только я сама лично, вот, не укажу на это. Уважаемые родители, пожалуйста, услышьте эти слова, это вам говорит астролог, профессионал, это вам говорит воспитатель, профессионал, но в самом деле я очень хорошо понимаю, что родители, конечно, наше время сложное, там, с работой, со всеми делами, и родители, ну, как бы детский сад, они скидывают ребенка на какое-то время, чтобы они могли работать, чтобы вот голова не болела, они не боялись. Наверное, в этом самая большая, так сказать, трагедия, потому что нельзя скидывать, особенно, когда вот ребенок, здорово, когда попадает вот такое, как Маргарита, воспитателю, и потому что, действительно, она не спрашивает, она дает детям, это ее общение, это ее жизнь, но поверьте, как немного надо, кстати, ни денег, ни времени, чтобы вот дать направление ребенку там, где он талант. Обычно, вот, ну, из моего опыта, я не знаю, как у вас, вы тоже, или подтвердите, или опровергните это, но то, что я сталкиваюсь, как ошибка, конечно, я уже как астролог, я сталкиваюсь с какими-то проблемами, чаще всего уже заказывают ребенку, городсков, это подростковый возраст, уже потерян, вот тут давно контакт, и это всегда уже сложно, вот такого эффекта нет, когда, если бы это было, вот, на самом раннем этапе, вот, как бы детском этапе, когда действительно, вот это формируется, ведь ребенок впитывает все, и с молоком матери, ваши улыбки, слова, междометия, энергию, жесты, фактически впитывает, как губка все, и, вот, наверное, самое печальное и грустное, ну, для меня, во всяком случае, было видеть, что родители пытаются через детей реализовать свои нереализованные амбиции в жизни, которые у них там были, где вот они там что-то, а у ребенка может быть совершенно другое, то есть совершенно к другому таланты, возможности, и, конечно, я, вот это, и первую очередь, я считаю, что я спасаю детей, когда с родителями говорю, я говорю, вы поймите, что это действительно самостоятельная душа, сущность пришла, у нее свои, так сказать, возможности, таланты, недостатки, которые вы проработали, а ей придется еще этой душе проходить весь опыт, но у нее своя программа, вот, как вы тоже сталкивались, я так понимаю, потому как вы реагируете, наверное, тоже это беда, к сожалению, мы же как хотим родители, чтобы наш ребенок был самым лучшим, мы пытаемся засунуть его, извиняюсь за выражение такое, в разные кружки, когда ребенок уже просто, ну, обессиливает, и он со временем, как там, перегорает, или как вот это сказать, что у него уже нет такого желания заниматься, ну, что ты и туда, и туда, и туда, а ребенок, это же вот как жемчужина, которую вот нужно раскрывать, это малый процент детей, которых уже раскрыто, это жемчужина, да, это раковинка, которую, и этого ребенка видно, что он и талантлив уже, как бы, с раннего возраста, то есть он увлекается, он начинает читать рано, там еще как, то есть не то, что его пихают, и вот заставляют это делать, а он сам это делает, и поэтому вот таких детей, которые уже открыты раковиной, жемчужин, их мало, а нам как раз, как вот родителям, как воспитателям, ну, в большей степени родителям, конечно, нам нужно как раз вот открывать, потому что просто обнаружить талант ребенка, это мало, нам нужно действительно помочь ему развить его, а развить мы как сможем, если вы, конечно, владеете этими инструментами, для реализации его замыслов, да, для реализации его планов, или, допустим, хороший вы сами по себе художник, вы знаете, всю технику исполнения, это хорошо, а если, допустим, он в какую-то другую эстезию там, или в театральную, или, допустим, очень хорошо конструирует, или что-то такое делает, ему нужно создавать такую среду, чтобы ребенок не потерял эту изюминку, и чтобы он, ну, все для этого приготовить, тот же самый музыкант, с ним нужно ходить в театры, познавать все вот эти вот азы, эти музыкальные, для того, чтобы ему помочь, но в то же время мы не должны с вами забывать о том, что ребенок может со временем перехотеть этим заниматься, он может... Это невероятно, вот вы говорите, я извиняюсь, я перебиваю, талантищи в музыке, но они настолько перегорели, вот преподаватель говорит, вы поверьте, я преподаю всю жизнь, больше 30 лет, я не встречала такого талантливого ребенка, вот на фортепиано, техника, все, чувствование музыки, но поверьте, он действительно перегорел, мне очень понравился ваш образ жемчужины, знаете почему, потому что общаются, ну, мой, обычный, как все, как дети, то есть, вот когда ребенок уже сам пишет стихи в три года такие, что все падают, или картины, раскрытая уже, да, 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 но таких действительно немного, и кстати, к сожалению, не всегда жизнь вот прямо в этом направлении у них разворачивает, я, пример вам приведу, из практики, ребенок, сын, у нас известная контора, архитектор, архитектор, это такая команда, и он очень известный, и его сын, еще вот показывали, мы с женой видели, показывали его рисунки, я вам честно скажу, я даже представить не мог, то есть, когда показали, ну, как тебе, это не просто профессионально, ну, знаете, вот я обалдеть, и когда он говорит, это, а он еще в школу не пошел, он говорит, это мой сын рисует, и когда стали говорить, ну, вот одно с другим, да, талант, он говорит, да, вся трагедия в том, что он не хочет рисовать, он очень классно рисует, но его разбирать, машинки, то-то, он тянет его на картинги, и вот здесь, вот эта борьба, родителя, между тем, как, казалось бы, он видит талант, разведет, он понимает, что это в жизни, ого-го, но ведь интересно, у ребенка другой, и вот здесь, пойти по ступенькам, ну, не таланта, а его поиска, он найдет себя, может, он будет дизайнером этих машин, машин еще, может быть, он еще, может, что-то, это какой-то гибрид получится, а может, он дальше вообще в какую-то, по ступенькам перейдет, вот это, наверное, вот предназначение, судьба, это то, чего, ну, не человек, не родитель не может, мы можем это осознать, увидеть, и помочь ребенку, вот, и мне так кажется, как вы, просто у вас-то богатый свой опыт, когда вы сказали, что у вас 35 детей в группе, я, конечно, слегка присел, 34, да, преувеличил, но поверьте, у нас в Латвии, да, такого рядом нет, и то они ахают, они, не знаю, 15, 14, ахают просто, а когда такое количество, это, конечно, фантастика, это уже, только за это можно, вам памятник поставить, но скорее всего, когда детям нравится кто-то, когда они идут, то, конечно, всем этим легче управлять, как вы думаете, Маргарита, удастся ли нам, вот вы все-таки, посмотрите, вот когда у вас ребенок, вы там можете его как-то потанцевать, нарисовать, он какое-то время с вами, потом придет родитель, вы ему капаете на мозг, как нам заинтересовать, ведь подойдет он к монитору, или нет, вот, что бы вы сейчас, вот сказали, я сейчас тоже думаю, что бы мне сказать, такое, чтобы, вот, это ведь у вас шанс, именно шанс, померьте, может быть, мы натолкнем на какие-то вещи, вы не будете один в один делать, но мы натолкнем своими идеями, на какие-то действительно рациональные, правильные поступки, которые чаще всего, вот я могу как астролог сказать, что не требуют ни денег, ни времени особого, и когда ребенок сам занимается тем, что, конечно, надо вкладывать, и вы правы, что ребенка надо и в театры, это золотое правило, истина, подросток у вас ребенок, семилетний ребенок, или сорокалетний ребенок, тратьте в два раза меньше денег, и тратьте в два раза больше времени на ребенка, и он вам скажет всегда спасибо. Да, и когда занимаетесь с детьми, даже если у него что-то не получается, потому что в любом случае, нам для того, чтобы был какой-то результат, и это ребенок должен осознать сам, что нужно усилия нужны, сила воли вот в этом нужна, и много-много практики, потому что если мы не будем практиковать то, что мы хотим какой-то результат получить, у нас не получится результата, и еще обязательно хвалим детей, когда они занимаются, даже если у них что-то не получается, никогда не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, потому что у него загорается лампочка, ага, его мама хвалит, значит она меня не любит, значит она меня полюбит только тогда, когда я буду такой или таким, как вот этот мальчик, которого мама похвалила, то есть и здесь получается, у нас, у родителей одно видение, мы-то хотим донести как надо, а ребенок-то понимает по-другому, потому что у него совсем другое восприятие наших с вами, вот, как сказать, наставлений, и поэтому развивать, помогать и поощрять любые его действия, я имею в виду, что ну конечно же в рамках разумного, в том плане, что негативные мы действия стараемся не поощрять, а просто как бы о поведении говорить, что не сам ребенок плохой, а то, что ты сделал вот что-то не так, да, что не акцентировать внимание именно на ребенке, что ребенок такой плохой, это просто действие, которое он сделал, оно не в рамках нашей жизни, и поэтому обязательно для того, чтобы, во-первых, понять, какие таланты у ребенка возможны, мы должны с вами отключить ребенка от гаджета, от мультиков, чтобы он в какое-то время побыл в тишине, и понаблюдайте за ним, чем он вот в данный момент хочет заниматься, вот у него нет ни того, ни того, никаких развлекательных моментов нет, как он сможет сам себя проявить. Вот в этом вы найдете одну из талантов своих детей. Дальше. Предоставляйте деятельность для исследований, какую-то практичную, практическую деятельность. Те же самые краски, да, то есть, если, допустим, будущий у нас художник, да, вот кто любит рисовать, предоставьте ему эту возможность, потому что дети, которым нравится рисовать, или которые будут будущими художниками, они очень четко все видят, то есть они могут смешать разные краски и сделать настолько красивый рисунок. Дальше они смогут, вот допустим, мы просто видим картинку, а ребенок эту картинку рассмотрит досконально, он увидит все, что находится на дальнем плане, впереди, то есть, и это тоже, мы с вами, родители, за этим должны понаблюдать. Так, то же самое, то, что мы вначале говорили, что мы должны сбалансировать его занятость. У нас не должно быть такого, что ребенок весь день у нас или все дни занят кружками и занятиями, потому что, как мы и говорили, что он перегорает, это правда, и поэтому у ребенка должен быть баланс, занятие, отдых, чтобы была возможность ему самому реализоваться и понять, это ли его, или он на данном этапе сейчас вот выложится на эту, на какую-то деятельность, а впоследствии вы даже не успеете заметить, как он перегорел, и ему захочется еще чем-то другим заниматься, а вы даже этого не заметите, можете не заметить и давить на ребенка, тем самым потеряете, можете потерять как бы и доверие к себе, как к родителю, и в какой-то мере, может быть, и уважение, потому что ребенок понимает, что вы его не уважаете, потому что вы не даете ему развиваться так, как он хочет, потому что мы с вами уже тоже говорили не раз на эфирах, то, что ребенок – это личность, пусть и маленькая, но он пришел, может быть, я говорю, душа его гораздо старше, чем ваша, и он пришел сюда проработать какие-то свои долги, может быть, совместно с вами, поэтому мы, как все-таки знающие на канале Сангейтс, все-таки уже более-менее так чуть-чуть, ну, наши профессионалы – это вообще, это я просто про себя говорю, что мы должны это все, как родители, понимать и принимать, потому что без этого никак, и даже вот со стороны астролога, мы можем заглянуть в суть ребенка, как раз вот посмотреть его внутренние таланты, на что ребенок, какой у него тип характера, может быть, он технарь, может быть, он хочет именно заниматься наукой, или у него, то есть тоже есть определенные градации для того, чтобы распознать, какой тип характера у данного ребенка, или он, допустим, как раз вот творческая личность, он все хочет продуктивной деятельностью заниматься, он не хочет там счетом заниматься или какими-то такими тонкими науками точными, или, допустим, наоборот, который ребенок хочет как раз вот, счет любит, проявлять интерес к денежным купюрам, то есть даже в этом смысле мы тоже на это обращаем внимание, и поэтому вот именно осознать и понять, какая все-таки душа пришла, какая у него задача и миссия, это, конечно, очень важно, и преподаватели сангейцы нам в любом случае помогают в этом, и наш Дмитрий, я думаю, что поможет нам, родителям, направить наших детей по правильному направлению, потому что у каждого ребенка свои таланты, а если мы их еще раскроем еще до того, как они начали что-то познавать, и уже его направлять, потому что мы уже знаем, что он, допустим, у нас будущий художник, или он будущий писатель, или он будущий сценарист, или артист, или там математик, то есть мы уже покупаем соответствующие книги, потому что мы все равно понимаем, что ребенок рожден с вот этой миссией, то есть он должен ее найти, а мы ему, он ее обнаруживает, а мы помогаем развитии и реализоваться, как личности, вот я так думаю. Ну, полностью вас поддерживаю, тоже как раз хочу добавить, это важный момент, все-таки астрология, она позволяет увидеть кармические корни, и это действительно, вне всяких сомнений, родители и дети, это одна кармическая группа, не просто родовая, хотя и родовая, это отдельный тоже разговор, вот, поэтому это души, которые очень сильно связаны, и ребенок, кстати, когда душа выбирает, вот как бы, вот план эволюции жизни, направляет душу в конкретное воплощение, то ведь душа, она, ребенок, вот рождается ребенком в этой семье, до каких-то пор 16-20 лет, но она находится в зависимости, она впитывает культуру, то есть она почему-то выбрала этих родителей, то есть они ей могут быть полезны, помочь, дать толчок, и вот это, наверное, тут с вами соглашу, что это важно, и здесь все сферы, и психологии, и медитации, и астрология, да, и воспитания, все это, мы действительно коснемся отдельно, вот мы уже коснулись очень много таких правильных советов, то, что по талантам, но мы еще потом обязательно коснемся, мы какие-то вещи разовьем, я единственное хотел напоследок добавить, вот о том, что часто считаются, ну, детские гороскопы, знаете, как-то что-то такое несерьезное, ну, 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 вот как это что-то наподобие взрослого, я хочу сказать, что детский гороскоп, конечно, вопросы в детском гороскопе, которые рассматриваются, их уже поздно рассматривать взрослым, и надо сказать, что как раз рассматриваются, как Маргарита сказала, что интересовалась планетами, здесь действительно, ну, даже каждый год играет роль, то есть, вступают, помимо того, что у ребенка своя, какая-то доминирующая планета, текущий момент тоже определяется планетой, то есть, это не одно такое, а не линейное, не одностороннее движение, это многомерное движение, и гороскоп детский, он очень и очень непростой и сложный, мы, вот, может быть, еще тоже, мы будем, поверьте, мы будем стараться с Маргаритой давать вам очень практические вещи, чтобы вот мы, когда закончим, да, передачу, чтобы вы советовали, нас передавали в другие руки, вот, ребята о чем-то говорят, очень важном, полезном, и поверьте, действительно, многие вещи в ребенке сейчас легко подкорректировать, как правильно Маргарита говорит, на уровне игры, на уровне совета, на уровне похвалы, это вот, это ничего не стоит, вот просто улыбнуться, или, ну, как бы погладить, похвалить, то есть, конечно, ребенку важно, что он любим, это доказано, вот, ну, всеми экспериментами, научными, вот, как бы, именно делом, я вырос в семье детдомовских, у меня родители из детдома, там, во времена, так сказать, события Мора, они жили на Украине, и вот, оказались в детдоме, и, конечно, им сложно было строить свою семью, это недолюбленные дети, в чем-то, вот, они немножко ежики всегда были, даже со своими детьми, поверьте, у меня самые теплые, это никакая не претензия, но это факт, и вот дать то, что может семья, это тепло, раз, и оно вам ничего не стоит, ваша улыбка, ну, ничего не стоит, даже когда вы с утра, вы не, такое серьезное рожа, и подходит быстро, время, работа, такси, а когда вы просто, ну, дорогой, дорогая, мы увидимся, и она будет помнить, это дитё будет помнить, вашу улыбку до вечера, тем, вот, как вы начнете, я надеюсь, что мы, Маргарита, постараемся преобразить родителей, а потом это тепло, я думаю, передастся и к их детям. Да, я думаю, что да, и мы можем тоже, впоследствии делать, и непосредственно, для детей эфиры, где мы с вами сможем уже и проявить их продуктивную деятельность, в зависимости от, какие примеры, какие мы, тему какую выберем, и подумаем, чтобы детям тоже во время эфира было интересно и комфортно, и родителям тем самым тоже помочь, даже те же самые таланты проявить, вот не отходя, можно сказать, от эфира, чтобы они на что-то обращали внимание, а не на то, чтобы быстрее приготовить, кушать, накормить, а чтобы чуть-чуть, хотя бы на время нашего эфира, уделили должное внимание, должное время своему ребенку. И тут хочу добавить, что вот всякое в жизни бывает, иногда можете вы пропустить эфир, но обязательно старайтесь посмотреть, потому что у нас есть тоже вот, из каждого, от каждого эфира, как этаж за этажом идет, первый, второй, третий, вот так же у нас будет идти своя логика, и когда вы там уже на четвертом занятии окажетесь, а там и на первом были, а промежуточные два пропустили, вы уже можете каких-то вещей не догонять, не понимать, и что-то будет не получаться, поэтому обязательно следите, мы будем, правда, Маргарита, стараться, емкие, короткие, полезные, понятные, вот мы на это с Маргаритой настроены. Да, да, чтобы все-таки в вечернее время не отнимать, настолько долго у тех же родителей, у детей, потому что мы понимаем, что все пришли с работы, и хочется где-то отдохнуть, где-то какие-то дела поделать, поэтому мы в любом случае всегда открыты, во-первых, для общения и для понимания вас, потому что мы такие же, как и вы, вот, хотим принести на наш канал какую-то изюминку, вот ту, чтобы вам было с нами удобно и комфортно, находиться рядом с нами. И поверьте, это действительно детская тема, очень важная, она никак, ни в коем случае не второстепенная, это наше будущее. Дети, образование, это не просто такая фраза абстрактная, это реально, если вы хотите увидеть будущее страны, посмотрите на детей в детском садике, посмотрите на учебники в школе, и вы все поймете, что с этой страной будет через 20-30 лет. Поэтому мы с вами сейчас будем корректировать, вот астрологи вроде, они все сказал, все, вот все, вот будет так, я не астролог, а я считаю наоборот, что астрология для того и дана, чтобы возможность видеть путь, обходить острые углы, и в каких-то вещах действительно акцентировать свое внимание на очень важных вещах. Ну что, мы на этом тогда будем заканчивать, и отдельно, наверное, сообщим о следующем выпуске, потому что у нас живые эфиры, вот пока вот чуть может немножко меняться график, но мы заранее будем вам сообщать, да, Маргарита, как? Да, да, и может быть какие-то темы вы захотите, чтобы мы обсудили, мы тоже на это всегда будем обращать внимание. Да, да, можете писать в Центр Сангейт, и мы с удовольствием уделим каким-то темам отдельное подробное внимание. Всего-всего доброго, хорошего вечера. До свидания. всем до свидания, до новых встреч.